Гюбик Летепе. Наконец-то мы здесь. Это долгожданное путешествие в формате исследовательской экспедиции Deep Trip. И да, Гюбик Летепе находится в Турции, и он уникален тем, что это старейший храмовый комплекс в мире. Его возраст насчитывает 12 тысяч лет. Вдумайтесь, 12 тысяч лет. Гюбик Летепе переводится как пупочный холл, очень точное символичное название. Для того, чтобы попасть на сами раскопки, нам необходимо вот от этой точки еще двигаться в глубину на 2 километра. И только мы сходим с асфальтированной дороги, и сразу чувствуется всем телом многовековая, нет, многотысячелетняя мощь. Посмотрите на эти камни. И я вам буду показывать то, что видели мы, чтобы вы сами могли почувствовать побывать здесь. И мы сейчас находимся в информационном центре Гюбик Летепе. Здесь можно получить любую информацию, выпить кофе. Мы же движемся дальше. И необходимо сказать, что значение Гюбик Летепе осознается во всем мире. Недаром он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И при официальном открытии Гюбик Летепе присутствовал сам президент Турции Эрдоган. 2019 год был объявлен годом Гюбик Летепе. И как вы сами видите, это прослеживается абсолютно во всем. Здесь очень просторно, удобно и социально. Мы находимся в Гюбик Летепе. Это то место, куда хотелось переехать давным-давно. А он находится не очень близко от Украины, в частности, в 45 километрах от границы Сирии. Вы посмотрите, какие необычные пейзажи. И это мы только находимся на входе. 2019 год был посвящен Гюбик Летепе. И это чувствуется абсолютно во всем. Информационные центры, ресторанчики, видовые площадки, шаттл, который возит туристов прямо к месту раскопок. Все это выглядит очень цивилизованно. Несмотря на карантинные меры, здесь безопасно. Поэтому мы едем дальше, вернее, мы едем дальше. Мы идем на шаттл и перемещаемся, собственно, уже вот туда, где у нас есть раскопки, где мы можем прикоснуться вот к этим древностям, можно сказать, собственноручно. Идем дальше. И мы подходим сейчас к такой пропускной системе. Здесь нас ждут билетики. И мы, собственно, будем пересаживаться на шаттлы, которые отвезут нас к месту. Вот такие турникеты. Девчонки. Вот такая система пропуска по билетам. Хорошая охрана. На входе проверяют температуру. Мерят. А, везде вокруг древние-древние камни. Так, мы с вами идем дальше. Малышки. Много-много малышей здесь. А мы с вами видим вот такие строения, в которых есть центральные камни. Мы подходим к месту раскопок. И мы здесь как раз попали в аккуратный закат. Нереальные виды с заходящим солнцем, с лучами, которые окрашивают все в яркие цвета. И мы идем, собственно, к основной экспозиции. Много деток здесь, семей много. Пока миссия вижу турецкоговорящих, людей. И мы с вами как раз освободилось место. Идем туда. Пойдемте. Ага, пойдемте. Угу. Угу. А мы с вами идем дальше. К основной экспозиции. Мы вернемся несколько позже. По камни же я вам хочу показать, что еще находится вот здесь, в Геобетле Тепе. Пожалуйста, посмотрите на это пространство. И здесь еще одно место археологических раскопок. Вы видите, что оно освоено. Более того, великолепная сохранность. Мы видим купол, который защищает раскопки от природных условий. И не только. Туда мы попасть пока не можем, потому что еще нет туристических проложенных тропинок. Но я думаю, это вопрос времени. Мы обязательно там будем. А сейчас же просто посмотрите на эту силу, красоту, мощь. А мы же с вами идем к основной экспозиции. И да, мы своими глазами сейчас увидим это древнее место. Место поклонения. Целый комплекс храмовый. Мы пойдем с вами в эту сторону. Опять малышка. Много все-таки здесь семьи с детками. Вы только посмотрите. 12 тысяч лет. Было найдено более 20 округлых построений. Со стылами внутри. Размер стыл разный. От трех до пяти метров. Они огромные. И когда мы заходили в музей Шан-Лу-Урфа, И там была реплика, такая экспозиция, воспроизведение Гюбек-Ле-Тепе, Можно было туда вовнутрь зайти. Конечно, это все поражает величием и мощью. Гюбек-Ле-Тепе хранит огромное количество загадок. Это часть храмового комплекса, которая доступна для нашего взгляда. Но в окрестностях уже найдены новые места поклонения. Каменный век. Люди каменного века, которые смогли сотворить вот такую мощь. Смотрите, энергия явная и очень сильная. Профессор Клаус Шмидт, археолог, который нашел Гюбек-Ле-Тепе, говорил, Представьте себе такую картину. Только что завершился ледниковый период. И самые впечатляющие строения этого времени – Бесформенные груды камней или сооружения из костей мамонта. И вдруг такое. Я думаю, что многие разделяют подобное изумление и восхищение. То, что вы видите, вот эта экспозиция центральная, которая предстает взору туристов и не только, она насчитывает четыре округлых помещения, диаметр которых колеблется от 10 до 30 метров. И внутри, как вы видите, находится большое количество Т-образных стел. Рядом. При помощи геомагнитных исследований найдено еще около полутора десятков подобных строений, которых еще предстоит открыть миру. И самое интересное, что загадочно не только возникновение гюбек-Ле-Тепе. Нужно сказать, что еще в восьмом тысячелетии до нашей эры люди покинули это место, засыпав предварительно его камнями и землей. Почему? Есть только гипотезы, но никто еще не может раскрыть эти тайны. Пока, меже, смотрите. Это достойно восхищения. Закат гюбек-Ле-Тепе. Раскопки за спиной. Музей закрыт. Но сюда можно приезжать просто гуляя по местности, потому что под ногами чувствуется сила. И я уверена, что здесь будет много еще чего найдено. Много уже найдено, но открытие и находки ждут. Однозначно. До встречи, гюбек-Ле-Тепе. У нас будет практика еще полнолуная. Захватываю гюбек-Ле-Тепе. Почему полнолуная? Если это про закат, мы посадим солнце. И сейчас прям захватите кусочек энергии. Гюбек-Ле-Тепе за спиной. Наконец-то ушли люди. Автобус ждет. И с этой энергией мы сейчас с вами не древные древности. С вами зайдем в закатную практику. И мы сейчас завершаем, закрываем это пространство гюбек-Ле-Тепе. Уехал последний шаттл вместе с охранниками. И опять это чудеса чудесные, потому что мы остались одни в звенящей тишине и в мощи этого места. Раскопки находятся вот там, за спиной. Но вся эта местность она сильна. И такое ощущение, как будто просто гуляя здесь, уже находишься в самом святилище. Сильная природная. Сильная. Вот энергия, которая, наверное, напластована и наработана людьми. Здесь останавливается сознание. Здесь идет резкое расширение энергетического тела. И здесь хочется быть. Здесь хочется быть. Большое количество жизни. Несмотря на то, что место очень древнее. И здесь, я думаю, что дальше изучая, углубляясь вглубь тысячелетия, есть ответы на вопросы, кто же мы. Что было в начале. Каким образом мы пришли к верованиям. Каким образом мы сейчас находимся в цивилизации. И поездка вот сюда, в Турцию, наше путешествие, исследовательская экспедиция каждый день проявляет силу, мощь, интеллект людей, которые жили в древности. Сооружать такие значительные и монументальные объекты могли только люди, которые были сильны. И нам хорошо помнить о том, что энергия вот этих давних людей находится в каждом. И то, что мы с вами стоим здесь, живем здесь, в этом есть заслуга, сила, мощь, вот той капли крови, тех генов, которые есть сейчас в современных людях. И да, мы здесь практиковали, и мы будем практиковать. Я очень надеюсь, что я сюда вернусь. И, быть может, вернусь с вами. Это те опыты, которые резко расширяют нашу структуру, которые соединяют века и силы. Сейчас над моей головой пронеслась стая маленьких щебечущих птиц. Путешествуем вместе с Диптреп. Последнее. Уходим из Гюбикли ТП. Довольные. Опа, да, Олеточка, спасибо. Опа. И чья единственная машина на стоянке? Ну, конечно же. наша-наша. Сегодня был значительный день который принесет свою плену. Путешествуйте с нами. Дип Трип.